Приветствую всех присоединившихся, присоединяющихся. Да, начало в 10. Сразу отвечаю на вопросы. Я вижу, вы уже освоили чат. Сегодня мы с вами поговорим о мебельных петлях от компании Хетих. Также, как и всегда в наших прошлых вебинарах, я покажу вам презентацию и вам нужно обязательно слышать мой голос. Если вы слышите меня, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Так я пойму, что вы меня слышите. Да, спасибо. Спасибо. Еще один момент. В выпадающем меню, когда будете писать вопрос, нажимайте, пожалуйста, все, там будет выбор все, только организатор, только участники. Ну, лично можно кого-то выбрать, потому что, когда вы будете задавать вопрос, я буду на него отвечать публично. Как бы всем будет здорово, если все его прочитают. Так будет понятнее для всех участников. Итак, ну, собственно, большинство, я так думаю, что мы уже знакомы. Меня зовут Евгений. Я работаю в компании «Хетик», подразделении «Хетик Академии». Со мной мой коллега, мой руководитель Сергей Гусев. Он будет отвечать на ваши вопросы в чате. Ну, я также буду отвечать, если буду успевать, как говорится. Вот. Так что здесь два сотрудника «Хетик» с вами. И я предлагаю приступить. Итак, сегодняшняя тема – это мебельные петли. С одной стороны, кажется, что тема, ну, такая достаточно простая. Петли есть петли. В то же время о них тоже стоит поговорить с самых разных точек зрения. Мы подготовили для вас вот такую вот небольшую презентацию, в которой будут основные моменты по ассортименту, по преимуществам, по отличию петель друг от друга. И, собственно, будет такая вот полезная информация по выбору и эксплуатации данного продукта. Ну, собственно, распашные фасады соединяются с корпусом, открываются и движутся за счет петель. То есть петли нужны для того, чтобы в самые разнообразные мебели открывать фасады. Существует достаточно большое количество расположения петель и открывания фасадов. Я дам сейчас немного технической информации, основных параметров по петлям и немножечко терминологии, которую я буду использовать в своей презентации, для того, чтобы быть более понятным на следующих слайдах. Собственно, как работает петля, как она открывает фасад, можно увидеть на вот этой вот схеме. Фасад открывается относительно боковины шкафа. Сам фасад висит на чашке. Ну, чаще всего это две либо три чашки, которые являются несущей конструкцией и находятся на вот этой подвижной части петли. К чашке прикреплена внешняя опора и ведущая часть. Вот эта вот внешняя опора и ведущая часть, на них есть такие специальные штифты, шарниры. Эти самые шарниры обеспечивают как раз-таки движение опоры и внешней части. Соответственно, петля называется четырехшарнирной, потому что этих шарниров в ней четыре штуки. Длинная часть петли, самая вот эта вот длинная и тонкая, называется консолью. Также ее называют плечом петли. Петля обычно ставится на монтажную планку. Монтажная планка прикручивается к боковине корпуса, а петля прищелкивается, либо в некоторых случаях прикручивается уже к монтажной планке. Современные петли обладают такой функцией, как крепление быстрого монтажа, то есть без инструмента можно прищелкивать петлю и, соответственно, фасад с петлями и снимать при помощи кнопки, которая находится сзади. Зачем вообще такая сложная конструкция? Казалось бы, для такой простой функции, как открывание фасада. Зачем нужны вот эти четыре шарнира? Нужны они для того, чтобы выдвинуть фасад немного вперед и затем уже открыть его на определенный угол. Для того, чтобы конечная часть вот этой вот кромки фасада не задевала за соседний фасад. На данной схеме, на данной картинке вы можете увидеть схему движения, траекторию движения вот этой внешней части фасада. Соответственно, если траектория движения такая маленькая, то мы можем делать минимальную фугу, то есть зазор между фасадами и делать максимальное наложение на боковину корпуса шкафа. И, соответственно, когда у нас мебель, на которой много-много фасадов, между этими фасадами может быть маленькое расстояние. Собственно, именно для вот этой вот возможности размещать соседние фасады недалеко друг от друга и была задумана такая конструкция. Также эти петли называются скрытыми петлями. Почему они скрыты? Потому что сама петля не видна за фасадом в закрытом состоянии. То есть, если мы посмотрим на какие-то карточные петли, рояльные петли, ну то есть самые разнообразные такие вот петли с одним длинным чаще всего штифтом, то там в закрытом состоянии, когда находится фасад, часть петли видна. В четырех шарнирных петлях, в скрытых петлях, петля полностью не видна, когда закрыт фасад. Соответственно, поэтому они еще называются скрытыми петлями. Основная особенность четырех шарнирных петель – это самозакрывание. На схеме вы можете увидеть траекторию движения фасада и зоны А, и зону Б. Зона А – это та зона, где фасад движется свободно. То есть, ему ничто не мешает, ну разве что ветром его может захлопнуть. Но в целом он в этом состоянии может остаться, если мебель выставлена по уровню, в том положении, как вы его оставили. А вот зона Б, обозначенная красным, именно в этой зоне фасад будет самозакрываться. То есть, внутренняя пружина в петле закроет, как бы затянет дверь. Произойдет, соответственно, самозакрывание. Петли крепятся следующим образом к фасадам. Есть три таких основных типа крепления. Первый вариант – это на саморезы. Это экономично, просто и быстро. Нужно только сверление под чашку, хотя предварительная разметка для крепежных винтов никогда не помешает. Крепление на евровинты. Здесь используется та же самая петля. Вот эти вот отверстия для крепления на самой петле. Они те же самые и под саморез, и под евровинт, обращаю ваше внимание. То есть, сам по себе артикул петли, он тот же. Под евровинты, соответственно, вместо наколки под саморезы сверлются два отверстия пятеркой. Сверлом пятеркой. И в эти отверстия вкручиваются короткие саморезы. Дает лучшее крепление, чем на саморез. То есть, возможно, демонтаж петли и повторный монтаж саморезами. Это, в принципе, тоже возможно, но лучше так не делать. И третий вариант, наиболее такой основательный, это запрессовка. Запрессовка – это установка на распорные муфты, которые уже установлены на петлю. Петля, на самом деле, та же самая, но с вот этими муфтами она имеет другую артикул. То есть, муфты уже прикручены к петли. Петля запрессовывается. Такой вариант очень часто используют крупные производства, чтобы не крутить винты. Просто-напросто запрессовывается. И чтобы уже ее снять потом, если вдруг такая необходимость понадобится, то нужно выкручивать винты, а муфты запрессованы в фасад навсегда. Этот вариант хорош тем, что фасад очень сложно вырвать, даже прилагая усилие больше, чем к фасадам с саморезами, либо к фасадам с евровинтами. Ну и, собственно, является самым надежным. Три диаметра чашки петли вы можете найти в нашем каталоге. 26 мм, 35 мм и 40 мм. В принципе, это такие мебельные стандарты. Самым распространенным диаметром чашки петли является петля с чашкой 35 мм. 40 мм – это специальные петли для очень больших и тяжелых фасадов. 26 мм, наоборот, для небольших фасадов и разнообразных специальных решений. Там больше 90% петель имеют чашку именно 35 мм. Есть еще вот такой вот вариант у нас. Это петли для алюминиевых рамок. Здесь чашка видоизменена для того, чтобы в рамке 20 мм можно алюминиевой чаще всего рамки сделать вот такую фрезеровку и прикрутить петлю к алюминиевой рамке, где будет стекло, зеркало, ну или какой-то другой материал. Для широких алюминиевых рамок, у которых 45-50 мм, сама алюминиевая часть, там можно использовать обычные стандартные петли с чашкой 35 мм и не заморачиваться. То есть вот эта петля, она именно для тонких алюминиевых рамок, которые идут 19-20 мм по ширине. Для стеклянных дверей у нас есть несколько решений. Но одно из самых простых это вот такое вот решение, когда у нас сверлится отверстие и как раз таки с чашкой 26 мм устанавливается петля. Здесь показана петля интермат в таком схематичном виде. И подобное решение вы можете увидеть в точках продаж, в аптеках, в каких-то салонах мобильных телефонов. Ну и самых разнообразных других товаров, когда у нас стоит вертикальная витрина с распашными стеклянными дверьми. И там можно увидеть вот такие петли с заглушкой. Заглушки бывают нескольких цветов. В зависимости от цвета мебели подбирается вот эта вот заглушка, которая придает законченный внешний вид данной конструкции. Основные углы открывания фасадов. Основные углы это 110, 95 и 165 градусов. Естественно, есть другие углы открывания. Есть еще возможность ставить ограничители. Но вот эти вот углы, они идут, что называется, из коробки. И, соответственно, опытные уже проектировщики, те, кто проектирует мебель, как раз таки ориентируются на вот эти цифры при создании, при вообще задумке своей мебели и при том, как будут открываться фасады у них в их мебели. Также в нашем каталоге вы можете найти такие вот типы навески фасада. И обозначения B12,5, B3 и B-3,5. А вот это вот значение B, это то, насколько чашка с нулевой монтажной планкой наезжает, можно так сказать, на боковину корпуса. 12,5, соответственно, это полное наложение, накладная навеска. Полунакладная навеска, когда мы используем два фасада на одну среднюю стенку, составляет 3 миллиметра, и когда у нас вкладной фасад, вкладная навеска фасада, соответственно, это B-3,5 относительно монтажной планки. Ну, если не вдаваться, не лезть так далеко вглубь, то петли просто-напросто можно отличить по их внешнему виду. Если мы, сейчас я пойду слева направо, если мы видим петлю с такой прямой консолью, ну, относительно прямой, я обозначил ее вот здесь вот красным цветом, соответственно, это петля для накладной навески. Сверху вы можете увидеть фото, из черного ДСП сделан корпус, имитация корпуса, из белого имитация фасада. То есть навеска будет вот такого вот типа. Если у петли есть небольшой изгиб, это петли для полунакладной навески. Петли для полунакладной навески, напоминаю, так как на фото используются для того, чтобы два фасада разместить на одной средней стенке. И третий вариант, когда у нас вкладная навеска, то есть боковина корпуса, вот эта вот черная боковина, она видна. Соответственно, этот вариант используется для вкладной навески и имеет самый большой изгиб. То есть можно просто по изгибу, вынув петлю из коробки, понять, для чего она предназначена. Все петли, как я уже говорил, ставятся на монтажные планки. У нас есть монтажные планки 80-99. Это монтажные планки как для петель Sensis, так и для петель Intermat. Эти монтажные планки являются основой для установки петель быстрого монтажа. То есть монтаж и демонтаж таких петель происходит без инструмента. При щелкивании и защелкивании на монтажную планку. Также у нас есть петли, такие, они уже, их можно даже назвать старинными. Это петли Slide-on. Петли Slide-on, бюджетный вариант, когда у нас происходит монтаж над движением и закручиванием вот этого вот винта. Такой вариант у нас тоже присутствует для тех, кто работает в мебели эконом-сегмента. И хочет перейти с каких-то, ну, совсем новыми петель на уже настоящие немецкие петли HETIC. У нас есть в том числе и бюджетное предложение. Это петля Slide-on с монтажом над движением. Монтажные планки также могут устанавливаться на саморезы. Могут быть с предустановленными евровинтами. Соответственно, сверление идет 5 миллиметров. Есть вариант HETIC Direct. HETIC Direct – это установка на среднюю стенку. Делается сверление пятеркой насквозь плиты 16 либо 18 миллиметров. С двух сторон ставятся монтажные планки HETIC Direct. Вкручиваются винты. И, соответственно, монтажные планки сцепляются друг с другом и очень плотно сидят в этих отверстиях сквозных 5 миллиметров. Также есть вариант с дополнительным эксцентриком. Дополнительный эксцентрик дает возможность регулировать петли по высоте. Как обычно регулируются петли по высоте, когда нет дополнительного эксцентрика. Мы ослабляем два вот этих винта на монтажные планки, приподнимаем фасад и закручиваем. Дальше отходим от шкафа, глазомером смотрим, насколько фасад висит ровно относительно других фасадов. С дополнительным эксцентриком эту работу выполняет, собственно, за вас механизм, который этим эксцентриком управляется. Там такой маленький подъемный механизм, можно так назвать его, который поднимает либо опускает монтажную планку по вертикали. Соответственно, мы прикрутили фасад, несколько фасадов, допустим, два, три, либо больше. И видим, что один из фасадов отличается по высоте. Мы просто-напросто вот этим эксцентриком поднимаем, либо опускаем монтажную планку вместе с фасадом и вместе с петлей. То есть петля движет фасад вверх или вниз посредством вращения этого эксцентрика крестовой отверткой. Для всех этих вариантов стандартное размещение монтажной планки выглядит следующим образом. 32 мм по высоте, первый размер 37. Это такой мебельный стандарт. Если мы посмотрим в сторону, допустим, направляющих для выдвижных ящиков, другой фурнитуры 37 мм, это первый размер. Дальше идет все с шагом 32 по системе 32. У монтажных планок есть дистанция или высота монтажной планки, также ее называют. Более правильно, дистанция. Эта дистанция дает нам возможность сдвигать фасад относительно боковины, то есть регулировать наложение за счет высоты монтажной планки. Чем больше вот эта вот монтажная планка, которая дает расстояние D, тем больше петля отступает от боковины и тем меньше чашка петли и дверь накладывается на боковую панель. Как подобрать? Подобрать достаточно просто. Мы должны знать расстояние до чашки C, которую мы сверлим в фасаде. Но обычно каждый мебельщик его знает, оно составляет 4-4,5 мм примерно. И наложение, которое мы хотим получить. К примеру, если у нас боковина 16 мм, мы хотим получить наложение 14 мм и оставить 2 мм фугу. Есть такой стандарт. Мы берем вот эту вот таблицу, ищем наложение 14 в левом столбце. Сверху мы ищем 4 либо 4,5 и получаем монтажную планку 3 мм, которую мы должны взять для данной монтажной ситуации. Ну, соответственно, если мы хотим больше-меньше, то берем другую монтажную планку и получаем другое наложение. То есть все, в общем-то, предельно просто с точки зрения подбора. От общего буду переходить к частному, расскажу о типах петель. О типах петель, от простого к сложному, от бюджетных к наиболее дорогим и премиальным вариантам. Самый простой вариант, самый бюджетный, это петли слайдона, о которых я говорил. Это простейшая петля, о которой даже, ну, не знаю, нужно ли рассказывать. Это просто петля, что называется. Она имеет надвижной монтаж. То есть мы надвигаем и прикручиваем винтом петлю к монтажной планке. Следующий тип – это петли интермат. Петли интермат не имеют встроенных демпферов, доводчиков на закрывание. И при этом имеют функцию быстрого монтажа. То есть у нас отдельно устанавливается монтажная планка, и петля отдельно устанавливается на фасад. После чего мы просто-напросто без инструмента прищелкиваем. Также можем отщелкнуть фасад вместе с петлями. Точнее, петли вместе с фасадом, если более точным. И все настройки при этом сохраняются. Интермат Silent System. Silent System – это система плавного закрывания, которая устанавливается на петлю опционально. Это опция, то есть дополнительный артикул. Петли Senses у нас идут с Silent System и без Silent System, с пружиной и без пружины, для того, чтобы ставить их вместе с механизмами Push to Open Magnet, использовать, о которых я чуть позже расскажу. И самый премиальный вариант, самый сейчас модный, популярный, интересный с точки зрения дизайна – это Senses в цвете черный Obsidian. То есть, это петля в черном цвете для самой премиальной, самой интересной мебели, которая идет в темном цвете. Давайте обо всем по порядку. Я начну с самых премиальных петель. Это петли Senses. Senses дает возможность закрывать фасады плавно, то есть сделать приятную, комфортную мебель, которая создает атмосферу спокойствия. Дверь закрывается от легкого прикосновения руки, и демпфер Silent System полностью встроен в петлю. То есть, делать ничего не нужно, демпфер настройки не требует, просто-напросто устанавливаем петлю и пользуемся. Петля очень хорошо закрывает как маленькие легкие фасады, так и большие тяжелые фасады. При этом демпфер отключать, переключать, регулировать не нужно. Помимо технических параметров, петля Senses была удостоена наград за дизайн. У нее действительно узнаваемый, интересный дизайн, который отличается от всех подобных петель, существующих на рынке на сегодняшний день. Я четырехшарнирные петли имею в виду. Имеет уникально широкий угол самозакрывания. Помните, я в начале презентации показывал картинку. Там вот эта вот красная зона, зона самозакрывания у Senses. Этот угол составляет 35 градусов. Это имеет два плюса. Во-первых, фасады будут всегда закрыты на мебели, то есть они не останутся недозакрытыми. Во-вторых, при открытой фасаде, допустим, в кухонной мебели, мы не стукнемся головой, когда занимаемся готовкой, либо убираемся, протираем тряпочкой столешницу, то есть фасады будут точно закрыты, если мы их хотим закрыть. То есть они не останутся приоткрытыми. Как эстетическая, так и практическая польза от этого угла самозакрывания есть. Очень высокое качество демпфирования для любых фасадов, как тяжелых, так и легких. И надежная работа при любой погоде. То есть стабильная работа в диапазоне от плюс 5 до плюс 40 градусов по Цельсию. Какие здесь есть плюсы? Плюсы следующие, что Россия, в общем-то, большая страна, и где-то у нас холодно, где-то тепло в одно и то же время года. И, соответственно, мебель может работать в самых разных, должна работать в самых разных температурных диапазонах. Плюс у нас есть загородные дома, которые не отапливаются, либо отапливаются только в выходные, когда туда приезжают хозяева. На юге, понятное дело, что летом запросто может быть плюс 40, и петли при всем при этом работают в нормальном режиме при этих температурах. При более низких температурах закрывание фасада замедлится. При более высоких ускорится. Когда температура приходит в норму, работа петель тоже приходит в норму. То есть можно не бояться, с петлями сенсы с проблем не возникает, ничего страшного не произойдет, даже если выйти за этот диапазон. Но именно вот этот диапазон от плюс 5 до плюс 40 градусов, это тоже уникальное предложение на рынке. С той точки зрения, что тут мы немножечко впереди всех наших конкурентов. Для России это важно. У нас самые разнообразные тесты проводятся с петлями. Повышенная влажность, замораживание петель и так далее. И петли все это выдерживают. У нас есть вариант петель сенсис, помимо стандартных чашек, вариант для стекла с такой небольшой поверхностью приклеивания. Нужно для создания, прежде всего, наверное, стеклянной мебели, либо мебели со стеклянными фасадами. Есть как вариант приклеивания чашки, так и вариант приклеивания монтажной планки. То есть можно делать самые разные комбинации. Самое, наверное, распространенное – это древесный корпус из древесных материалов, стеклянные фасады. Но можно делать и наоборот. То есть древесный корпус и стеклянный... Точнее, древесный фасад и стеклянный корпус, и стеклянный корпус и стеклянные фасады. То есть все комбинации такого типа возможны. Мебель в черном цвете. Мебель в черном цвете на сегодняшний день достаточно популярна. Премиальная мебель делается из ценных пород древесины, либо столярные щиты, ДСП, МДФ, обклеиваются шпоном, как натуральным, так и искусственным, в темных цветах. Сейчас все вот эти решения обыгрываются с подсветкой, с белым светлым полом, вообще в целом интерьером. И такие решения все более и более популярны. Соответственно, в фурнитуре тоже со стороны мебельщиков, со стороны дизайнеров выставляется требование, чтобы фурнитура не выделялась. Для этого у нас есть петли в цвете черный обсидиан, которые гармонично вписываются в дизайн такой темной мебели. Есть также сейчас тенденция делать тонкие фасады. Тонкие фасады порядка 10, ну либо 12 миллиметров. Используется совсем не обязательно древесный материал, используются разнообразные пластики, пластики с алюминием, наборные такие вот сэндвич-варианты. И для этого у нас есть петля Сенсис для тонких дверей, у которой сверление под чашку 8 миллиметров. И, соответственно, можно практически стандартную петлю ставить на мебель с фасадами такого типа. Ну и тут открывается простор для дизайнерской фантазии. Можно делать модный, пуристический, минималистичный дизайн, клеить на тонкие фасады стекло, какие-то еще эксклюзивные материалы. Но при этом минимальная толщина дверей 10 миллиметров у нас. У нас есть петли с широким углом открывания. Петли с широким углом открывания удобны, когда мы работаем с выдвижными ящиками в шкафу. И такие петли применяются там, где устанавливаются сушки в кухонной мебели, когда нам нужно складывать посуду. Допустим, мы ее моем в мойке, либо достаем из посудомоечной машины, чтобы нам, опять же, головой не стукнуться о открытый фасад. Мы открываем фасад на 165 градусов, они как бы располагаются вдоль кухни, и очень удобно работать с такими открытыми фасадами. Ну или просто, когда мы занимаемся готовкой, у нас какие-то специи, еще что-то стоит на полочках, закрытых фасадами. Мы открываем на 165 градусов, а фасад у нас не торчит. Плюс ко всему, петли 165 градусов дают так называемый нулевое вхождение. То есть, они не просто открывают фасад, но и сдвигают его вбок. И поэтому даже ящики, у которых расстояние между боковиной ящика и боковиной мебели 4 мм, все равно могут выдвигаться при помощи таких петель. Не нужно ставить какие-то проставки. Есть у нас петли для толстых фасадов, помимо тонких. На прошлом слайде я вам показывал вариант для тонких фасадов. Также для толстых фасадов, для тяжелых у нас есть решение. Причем этот фасад как раз-таки будет открываться на угол 95 градусов, чтобы не задевать за другой толстый фасад, как вы сейчас видите на изображении справа. Также у нас есть вариант петель без функции самозакрывания. Нужно для пушту Open Magnet. По ассортименту, который вы найдете в нашем каталоге. По ассортименту ситуация следующая. Вы можете увидеть 9 основных типов петель, но у каждой есть еще подтипы в зависимости от навески. Первый вариант. Это наша классическая петля 86-45. Самый распространенный вариант. Открывает фасад на угол 110 градусов и нужно для фасадов 16-24 мм. Глубина сверления чашки 12,8 мм. То есть такая суперстандартная классика. Это петли, которые идеально открывают и закрывают фасад и могут быть использованы для накладных, полунакладных и вкладных. Соответственно, есть вариант с уже предустановленными муфтами. То есть либо вариант под саморезы евровинты, либо под муфты. Точно так же, практически точно так же выглядит петля 86-46 для тонких фасадов. То есть когда у нас толщина дверей от 10 до 16 мм. Глубина чашки петли 7,8 мм. Рекомендуется сверлить на 8 мм. 0,2 мм все-таки оставить под опилки, под еще что-то. Угол открывания такого фасада 110 градусов. Петли для толстых фасадов 86-31 открывают фасад на 95 градусов. Петли усилены. И две петли могут нести на себя массивную створку 600 на 900 на 28 мм. Мы часто на наших выставках, каких-то презентациях показываем такие образцы. Вот этот вот большой фасад 600 на 900 с толщиной 28 мм на двух петлях. И самый маленький фасад, буквально такой миниатюрный. Две тумбочки. И, соответственно, они одинаково хорошо петли работают. Никакая настройка демпфера не нужна. Следующая петля, о которой я уже немного рассказал, 86-57, это петля для толщины дверей 15-32 мм, которая открывает фасад на 165 градусов. Есть специальные ограничители, можно ограничить до 105 градусов, если, ну, может быть, какая-то стенка сбоку, еще что-то. То есть, вот эти вот все варианты у нас имеются. Следующая петля, это петля 86-38. Петля для фасадов 19 мм с углом открывания 95 градусов нужна для того, чтобы устанавливать в алюминиевые рамки и, ну, в общем-то, делать такие вот дизайнерские решения, допустим, со стеклом. Вот эти три петли на одном слайде, это петли для угловых корпусов. Угловые корпуса используются в мебели, когда у нас какой-то идет поворотный вариант мебельной конструкции, чаще всего это кухонная мебель, со шкафами тоже такое очень часто используется. Когда у нас корпус 30, 45, либо 90 градусов. Толщина дверей от 15 до 28 мм. Если нужно какое-то нестандартное решение, в нашем каталоге вы можете открыть альбом готовых решений и посмотреть, как при помощи аксессуаров и стандартных петель реализовать то или иное решение. Здесь мы имеем следующую информацию. Это изображение, чертеж, вид сверху, какие нужны будут расстояния, какие нужны будут дистанции для того, чтобы установить все компоненты. Сами компоненты перечислены внизу под чертежом. То есть петля, монтажная планка, угловые планки и так далее. Все, что нужно. Для петель у нас есть заглушки на консоль и заглушка на чашку петли. Да, есть у нас еще пластиковая заглушка для петель для открывания 165 градусов. Внесут в себе декоративную функцию и дают мебели законченный внешний вид не только снаружи, но и в том числе внутри. Также есть возможность ставить дистанционные монтажные планки и параллельные адаптеры. Нужно для того, чтобы сдвинуть фасад вбок на определенное расстояние. Когда у нас идут какие-то декоративные элементы на мебели, фасад нужно сдвинуть. И для этого у нас есть параллельные адаптеры и монтажные планки для параллельных адаптеров. То есть можно сдвинуть на 22 мм за счет параллельного адаптера и еще 3 мм дистанцию монтажной планки. То есть всего на 25 мм. Монтажные планки могут быть как линейными, так и крестообразными. Есть вариант с линейной монтажной планкой. Линейная монтажная планка используется, когда мы не хотим видеть никаких винтов внутри мебели. То есть винты монтажной планки останутся под консолью петли, а саму консоль и винты, которые находятся на чашке, просто-напросто закрываются заглушками. Такой вариант тоже имеется. То есть все вот эти монтажные планки, о которых я говорил в начале презентации, они имеются у нас в каталоге как крестообразные, так и линейные. С эксцентриками, с регулировкой по высоте без нее, с предустановленными саморезами без них, с предустановленными евровинтами, прошу прощения, без них, только с отверстиями под саморезы линейные, крестообразные, все, что душе угодно. Вот те аксессуары, которые представлены в альбомах готовых решений в нашем каталоге, их можно найти в нашем каталоге в разделе «Аксессуары для петель». Это дистанционные подкладки, это угловые подкладки на 5, 10, 15 градусов и ограничители угла открывания петель. Зачем нужны эти ограничители? У нас иногда возникает ситуация, что делается угловая мебель, к примеру, кухня, и фасад с ручкой, ручка фасада чаще всего, бьется об другой фасад, который расположен под углом 90 градусов по отношению к открываемому фасаду. Ситуация неприятная. Что нужно делать? На самом деле все просто. Просто-напросто приобретается вот такой вот ограничитель угла открывания для петель, для прямых, угловых, для сенсис, интермат, неважно. Здесь написано, какой ограничитель идет к какой петле. Находится опять же в разделе «Принадлежности» и устанавливается в петлю согласно инструкции. То есть устанавливаем и получаем вариант, когда у нас петля открывается уже не на 110, а на 85 градусов. Почему не на 90, а на 85? Это как раз-таки вот эти 5 градусов оставляются под ручку, которая устанавливается на фасаде, чтобы не билась ручка. Многие не знают про вот эти ограничители угла открывания. И я видел самые разные решения, что приделывают какие-то тросики. Причем это в элитной такой мебели, достаточно дорогой. Зачастую даже один раз я видел такой вот подъемник. Подъемник, точнее, ну да, приделывали под углом для того, чтобы фасад не открывался, не бился. Нет, все проще. То есть у нас есть такие вот решения, маленькие пластиковые детали, которые устанавливаются в петлю. На всякий случай акцентирую на этом внимание, не все про них знают. Следующий тип петель, о которых я хочу рассказать, это петли интермат. Петли интермат, это наши петли, предшественник петель Сенсис, который не имеет встроенного демпфера внутри петли. В целом хочу сказать, что у нас нет продуктов, которые хуже, либо лучше. То есть у нас ко всем продуктам выставляются одни и те же критерии качества. То есть количество циклов открывания, закрывания, влагостойкость, температура, стойкость, ударопрочность и так далее. То есть все, что нужно для получения сертификата, по качеству у нас одинаково. То есть одни продукты стоят дороже, чем другие, за счет того, что более дорогие продукты, более премиальные продукты дают больше степеней комфорта. Допустим, петли Сенсис являются более дорогими, а интермат более бюджетными, потому что в Сенсис уже есть встроенный демпфер, в интермат его нет, и его нужно докупать и устанавливать, соответственно, опционально. При этом интермат имеет привлекательный дизайн, удачное сочетание форм и функциональности, изобилие удобных функций и, в общем-то, такой классический немецкий, может быть, немножко рубленый дизайн самой петли. И максимально широкое применение, специальные варианты петель, допустим, вот тот вариант, который я приводил в начале презентации с торговым оборудованием, это как раз-таки петли интермат. Когда у нас под 26-ю чашку сверлится в стекле отверстие, прикручивается, устанавливается заглушка, как раз-таки это интермат. То есть есть очень много интересных решений для любой монтажной ситуации. Также есть альбом готовых решений, причем он больше, чем для петель Сенсис, в силу того, что петля существует на более долгое время на рынке и больше ассортимент имеет сама по себе. Ну и, соответственно, можно реализовать какие-то совсем нестандартные проекты при помощи петель интермат. В случае, когда нужно плавное закрывание, у нас есть демпферы Silent System, которые ставятся непосредственно на петли, либо на корпус мебели. Их три основных. Это вариант для прикручивания к корпусу мебели, который никак не пересекается с петлей, прикручивается, соответственно, на саморезы. Есть вариант для защелкивания. Фото посередине прищелкивается к самой петле. Сзади есть такая кнопка, можно убрать. То есть, нажимаем кнопку, снимаем, прищелкиваем снова, если нужно. Удобный вариант, когда нет никакого инструмента под рукой, можно поставить и, наоборот, снять без инструмента. И третий вариант. Вариант для установки в чашку петли. Прикручиваются в те же отверстия, что и чашка. То есть, прям-таки выкручиваются два самореза, накладывается демпфер, и они прикручиваются обратно. То есть, прям, минимум, опять же, операций, но здесь нужна, как минимум, отвертка. Когда мы хотим делать фасады без ручек? У нас есть системы для открывания без ручек. Давайте по ним тоже пройдемся. Постараюсь максимально быстро, но максимальный объем информации дать. У нас есть вариант Push Open Pin для стандартных петель. Push Open Pin подходит для любых стандартных петель с пружиной, с функцией самозакрывания, с демпфером, неважно. То есть, для стандартных петель просто Push Open Pin. Если мы хотим, чтобы фасад открывался на больший угол, открывался с меньшим усилием, используется Push Open Magnet. С Push Open Magnet как раз-таки идут петли без функции самозакрывания. Сами по себе толкатели могут быть с длинным либо коротким ходом штока, то есть вот этой выдвижной части. Идут они в трех цветах – светло-серый, антрацит и белый цвет. И могут быть под прикручивание и под запрессовку. Под прикручивание прикручивается к боковине корпуса, под запрессовку. Соответственно, нужно произвести предварительное сверление в торец панели и вставить туда данный толкатель. Для Push Open Magnet в самом штоке у Push Open Magnet есть магнит. Так как фасады у нас идут из древесных материалов, неважно, натуральные это древесины, ДСП, МДФ, магнит к ним не магнитится. Соответственно, нам нужно установить ответную планку, которая бывает трех типов. Накладная плоская прикручивается маленьким саморезом, либо вариант под прикручивание и под запрессовку – это выглядит как такой большой винт-саморез с большой шляпкой. То есть к ним как раз-таки будет прищелкиваться магнит. Если мы делаем нашу, например, кухню без ручек, внизу ящики с системой Push Open, сверху петли с системой Push Open, хочется, чтобы и бытовая техника тоже открывалась без ручки. Соответственно, у нас есть Изис-200 для холодильников, но у холодильника достаточно большие тяжелые двери, соответственно, данная система электрическая. То есть это такой корпус 22 мм по высоте, который устанавливается над или под холодильником, ну, либо вариант и над, и под холодильником, когда у нас морозильная камера и основная часть холодильника разделены. И открывает фасады от нажатия. Время нахождения дверцы в открытом состоянии от 4 до 8 секунд. То есть мы нажали, дверца у нас приоткрылась на 5 см. Мы должны ее открыть рукой. Если мы этого не сделали, дверь автоматически закроется. То есть если мы открыли случайно, ну, нажали как-то локтем, когда проходили мимо, например, у нас фасад холодильника приоткрылся, он 5 секунд примерно открыт, по умолчанию стоит такая регулировка. И мы уже ушли с кухни и можем не беспокоиться. Холодильник не разморозится, его закроют обратно. Данный комплект может быть использован с посудомоечной машиной. Высота 22 мм. Учитывайте этот момент с встроенным холодильником. Можно по этому поводу даже не заморачиваться с посудомоечной машиной. Ну, придется приподнять столешницу, если хочется установить под посудомойку. Вот такая вот у меня на сегодняшний день для вас информация по петлям. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, вы можете их мне задать. Хочу показать вам еще кое-что. Ну, каждый раз я это показываю в своих вебинарах. Мы завели YouTube-канал, где на русском языке рассказываем, показываем, как пользоваться фурнитурой. Здесь есть как маркетинговые видео, которые немецкие, так и наши российские, в которых, собственно, мы сами и снимаемся. Сюда же мы выкладываем наши вебинары, подробные инструкции по монтажу всех наших, всей нашей фурнитуры. Можно это назвать такой видеоинструкцией. То есть сухая выжимка, все ролики примерно по 10 минут для того, чтобы не занимать много вашего времени. Ну, есть такая пословица. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Соответственно, если какой-то продукт используется вами первый раз, рекомендую сначала найти как бы видео на YouTube, наше официальное видео. Канал Хетих Россия называется. И воспользоваться им, ну, то есть посмотреть, а затем повторить у себя дома. У нас появился еще новый ресурс, новый ресурс хетих.ру. Помимо нашего основного сайта хетих.ком, на сайте хетих.ру мы собираем сейчас всю информацию. Он буквально вот в марте появился две недели назад, даже чуть меньше. Собираем всю актуальную информацию для России, чтобы вам не запутаться, не потеряться на глобальном сайте хетих.ком. Здесь есть все необходимое. То есть есть новости, которые вы можете посмотреть. То есть в каких выставках, какие мы мастер-классы проводим, где можно встретиться, посмотреть нас на каких открытых, закрытых, может быть, площадках. Какие у нас есть изменения в фурнитуре. То есть, ну, самую разную информацию под тегом новости, что называется. Каталог продукции. Ну, каталог продукции здесь все понятно. Это каталог нашей продукции в электронном виде, который мы можем листать. Также у нас есть списки, где вы можете добыть информацию по технической поддержке, по обучению, по расписанию наших мероприятий. В том числе вот этот вот вебинар указан здесь. Ну, и, собственно, другая техническая информация. В разделе «Контакты» вы можете найти, где находится наш офис и, собственно, где можно купить. Где можно купить. Реализация розницы у нас идет через наших дилеров. Всех наших дилеров вы можете найти здесь в зависимости от вашего региона. Выбираем, собственно, дилеры, нажимаем «Найти» и нам показывает всех наших дилеров в нашей стране. Допустим, там, от Калининграда до Владивостока. Ну, то есть, вот такая вот информация помимо нашего основного сайта. У нас появился еще портал hetich.ru. Как показывает практика, он чуть более понятен, более удобен для русскоязычных пользователей. Ну, для этого, собственно, мы его и делаем, мы его развиваем. Ну, и видеоинструкции, которые снимаем, опять же, для вас. Если у вас остались еще какие-то вопросы, можете их задать. Я так вижу, вопросов каких-то нет. В таком случае я не буду вас задерживать. Да, спасибо вам. Спасибо за участие. Спасибо, что нашли время, уделили его нам, нашему вебинару. И встретимся как онлайн, так и оффлайн на выставках, мероприятиях, которые будут происходить в будущем. Ближайшая выставка у нас в Краснодаре. Ну, собственно, приглашаю, пользуюсь случаем вас туда. Всем удачи, хорошего дня. Как говорится, увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!